Продолжение следует... Петр Порошенко отметил ту роль, которую играет трехсторонняя контактная группа и выразил надежду, что несмотря на окончание швейцарского председательства ОБСЕ, Тальявени продолжит свою важную работу. В свою очередь спецпредставитель сказала, что намерена остаться в составе трехсторонней контактной группы и подчеркнула, что минские договоренности являются основой для мирного урегулирования ситуации на Донбассе и должны выполняться всеми сторонами. Напомним, очередная встреча в Минске трехсторонней контактной группы при участии представителей Украины, России и ОБСЕ намечена на 9 декабря. Возле Донецка ОБСЕ зафиксировала колонну немаркированной военной техники. Об этом идет речь в отчете миссии. В сообщении сказано, что во время взитов подконтрольный боевикам Шахтерск наблюдатели заметили четыре конвоя из 19 военных грузовиков. Они передвигались отдельными группами и направлялись в сторону Донецка. На бампере одного из неопознанных военных грузовиков была видна наклейка «Новороссия». В отчете также указано, что на обратном пути мониторинговая миссия наблюдала колонну неопознанных военных грузовиков из 41 машины, которые также двигались в Донецком направлении. На Донбассе за сутки погибло шестеро мирных жителей, еще трое раненые. Об этом сообщили в пресс-центре АТО. По их данным, боевики 55 раз открывали огонь по позициям украинских военных. Артиллерия сил АТО с целью защиты мирных жителей и подавления огневых позиций противника 52 раза носила ответные удары. В штабе АТО отмечают, что зона особой активности банформирований сместилась в район Дебальцево. Населенные пункты Меус, Чернухина, Орлова-Ивановка, Шахта-Полтавская, Никишина, Ольховатка, Фащевка, Артемова, Редкодуб, Кадема. На Луганском и Донецком плацдармах террористы били по населенным пунктам Верхняя Ольховая, Сокольники, Артема, Счастье, Старо-Айдар, Станично-Луганская, Трехизбинка, Фрунзеопытная, Марьинка, Авдеевка, Николаевка. На восток Украины перебрасываются подразделения спецназначения внутренних войск МВД России. Об этом сообщает руководитель Центра военно-политических исследований Дмитрий Тымчук. По его данным, за прошедшие выходные на оккупированных территориях Донбасса происходили доукомплектования подразделений боевиков и замаскированных под них российских войск. Отмечается, что как минимум два дивизиона ствольной артиллерии прибыли в распоряжение бандформирований. Кроме того, растущими темпами продолжаются подвоз и накопление боеприпасов, а также других предметов снабжения из России. К тому же идентифицированы бойцы спецподразделений из Новочеркасска, Армавира, Минеральных Вод и Владивостока. Волонтеры, работающие в зоне проведения АТО, должны получать статус участника боевых действий. Об этом накануне заявил глава Минобороны Степан Полторак. Министр убежден, что после недавно принятых правительством постановлений об обращении и получении спецстатуса, бойцам будет легче его уформить. Это касается и военных добровольческих батальонов, не входящих в структуру Минобороны или Министерства внутренних дел. Украинские телеканалы в ближайшее время восстановят вещания на Донбассе, в том числе и на территориях временно оккупированных боевиками. Об этом сообщил министр информационной политики Юрий Стетц. По его словам, сейчас очень важно сделать так, чтобы люди, которые живут на востоке страны, могли видеть и слышать правду от украинских медиа. Поэтому Мининформполитики совместно с представителями СБУ и Минобороны разработают карту покрытия телеканалов, самопровозглашенных ЛНР и ДНР и так называемых «белых пятен», где пока нет покрытия отечественных медиа. После ее создания на эти территории на протяжении одной-двух недель начнут поступать сигналы украинских телеканалов. В Латвии заявляют о перехвате российских самолетов. Эта информация появилась в твиттере национальных вооруженных сил страны. По данным ведомства, самолетов было четыре. Предположительно, это были бомбардировщики. Позже латвийские военные опубликовали информацию о перехвате двух Ту-134 и одного Ан-72. Напомню, днем ранее сообщалось, что в Балтийском море у границы Латвии заметили российский корабль. Ангела Меркель обвинила Российскую Федерацию во вмешательстве во внутренние дела Украины. По ее словам, Москва создает проблемы Молдове, Грузии и Украине, странам, которые решили подписать соглашение об ассоциации с ЕС. Политику указала на замороженные конфликты вокруг самопровозглашенных Приднестровья, Абхазии и Южной Осетии. А также упомянула действия России на Украинском Востоке. Канцлер ФРГ заявила, что ответ Евросоюза на политику Кремля в связи с военной агрессией на Донбассе является правильным решением. Нельзя оставлять себе с должной реакции нарушение России территориальной целостности и суверенитета Украины, подчеркнула Меркель. Ангела Меркель и Франсуа Лант обсудили возможный прогресс в отношении украинского кризиса. Президент Франции рассказал своей немецкой коллеге о недавнем разговоре с Владимиром Путиным. Он отметил, что после двухчасовой встречи с российским лидером наметилось некое продвижение. Одной из ключевых тем беседы с Путиным был конфликт на Донбассе и поиск пути его решения. Алан также заявил, что уверен в скором достижении длительного перемирия на востоке Украины. Берлин и Париж выразили намерение сотрудничать с целью закрепления позитивных сдвигов в этом вопросе. Россия больше не будет шантажировать Европу газом. Об этом заявила президент Литвы Даля Грибаускайты в интервью BBC. По ее словам, уже через несколько лет газовый рынок полностью изменится благодаря добыче сланцевого газа. Это, наконец, прервет запугивание со стороны российского Газпрома и Кремля. Президент уверен, что Литва и другие страны Балтии смогут полностью обойтись без российского газа. Политик отметила, что решение Москвы отказаться от строительства Южного потока – это доказательство того, что позиция Европы в отношении Украины себя оправдала. Кроме того, в самой Литве, как напомнила Грибаускайты, открыт терминал сжиженного природного газа, который может удовлетворить 90% потребителей всех государств Балтии. Украина сегодняшнего дня намерена начать отбор уже оплаченного российского газа. Об этом сообщил министр энергетики и угольной промышленности Владимир Димчишин. По его словам, страна ежесуточно потребляет свыше 200 миллионов кубов голубого топлива. Ресурсное наполнение происходит за счет собственной текущей добычи, отбора из подземных хранилищ и импорта из Европы. И, как сообщалось ранее, компания «Нафтогаз Украины» перечислила Газпрому авансовый платеж в размере 378 миллионов долларов за поставки 1 миллиарда кубов газа в декабре этого года. «Газпром» подтвердил получение предоплаты, необходимой для возобновления поставок российского топлива в Украину. Ну и далее о том, какие события ожидаются сегодня в Украине и мире. Увидимся. Еврогруппа встретится в Брюсселе. Министр финансов 18 стран еврозоны обсудят проект бюджета на следующий год, а также примут решение о новой программе кредитной поддержки Греции со стороны финансового блока. Новый комиссар Евросоюза по торговле Сесилия Майнстрем посетит США. Она обсудит подготовку соглашения о торговом партнерстве между ЕС и штатами. По замыслу американцев, создание трансатлантической зоны свободной торговли позволит теснее привязать Евросоюз к США за счет сокращения торгово-экономических связей с Россией, а в частности поставок американского сланцевого газа. В Стокгольмском университете свои лекции прочтут лауреаты Нобелевской премии по физике, химии и экономике. 10 декабря лауреатам вручат Нобелевские премии и медали. Редактор субтитров А.Семкин